Добрый день, уважаемые коллеги! Разрешите представить вашему вниманию сообщение на тему профилактическое облучение лимфатических узлов малого таза у больных раком предстательной железы высокого рископрогрессирования. Несмотря на высокие темпы развития онкологии, анализ статистических данных за последние 10 лет свидетельствует о неуклонной тенденции к росту онкологической заболеваемости населения России. Наиболее часто диагностированные патологии у мужчин нашей страны является рак предстательной железы, который по распространенности занимает второе место. Средний возраст пациентов составляет около 70 лет, что свидетельствует о том, что данное заболевание и его лечение являются социально важной проблемой. Несмотря на внедрение активного программ онкологического скрининга, развитие и совершенствование методов диагностики, удельный вес пациентов с местно распространенными и распространенными формами опухоли неуклонно растет. Как мы все знаем, основными методами лечения больных раком предстательной железы высокого риска прогрессирования является радикальная простатэктомия или применение гормона лучевого метода лечения. Данный принцип лечения пациентов принят не только в нашей стране, но и за рубежом, что следует из наиболее известных нам клинических рекомендаций. Последние данные зарубежных акторов свидетельствуют о том, что применение гормона лучевого лечения не уступает радикальной простатэктомии как по показателю общей, так и по показателю безрецидивной выживаемости. В связи с чем актуальным остается вопрос, возможно ли улучшить результаты лечения пациентов высокого риска прогрессирования, не прибегая к хирургическому методу лечения. Широкое внедрение в повседневную клиническую практику таких методов лечения, как применение конформной дистанционной лучевой терапии, стереотоксического облучения или сочетанной лучевой терапии позволяет нам выполнить эскалацию суммарной очаговой дозы в опухоли, тем самым повысить эффективность лечения, а также сохранить высокое качество жизни пациентов, обеспечивая высококонформное облучение. Но при реализации лучевой терапии актуальным остается вопрос, необходимо ли включать в область облучения клинически неподтвержденные лимфатические узлы малого таза. Ведь тем самым, обеспечивая эскалацию дозы в опухоли, мы увеличиваем объем облучения, что также способствует увеличению риска развития осложнений. В частности, по данным некоторых авторов, увеличение объема прямой кишки, входящих в область облучения при планировании лечения, увеличивает риск развития осложнений в 4,5 раза. В другой работе, которая была проведена в прошлом году, было получено увеличение клинически значимой токсичности лечения со стороны нижних отделов мочеводящих путей в группе у пациентов с облучением лимфатических узлов малого таза. При этом токсичность со стороны желудочно-кишечного тракта также была выше. Увеличение количества поздних лучевых осложнений авторы связывают с увеличением объема критического органа, входящего в поле облучения при планировании лечения. Остается актуальным вопрос, так следует ли включать в область облучения клинически неподтвержденные лимфатические узлы малого таза с профилактической целью, ведь в данном случае объем облучения увеличивается в 2,5 раза. До настоящего времени, несмотря на достаточно большое количество проведенных ретроспективных исследований, однозначного ответа на данный вопрос никто так и не получил. В частности, в наиболее известном нам крупном ретроспективном исследовании, проведенном Обществом онкологической группы лучевой терапии в 2003 году, было получено увеличение безрецидивной выживаемости в группе пациентов с облучением лимфатических узлов малого таза и неоадювантным курсом гормональной терапии. Но при этом, как можно отметить, в данной группе пациентов токсичность лечения была выше. Но обращает на себя внимание тот факт, что в обновленном анализе того же исследования, проведенного через 4 года, не было получено статистически значимых результатов по безрецидивной выживаемости у пациентов той же группы, но при этом токсичность лечения также оставалась выше. В другом ретроспективном исследовании, проведенном через несколько лет, улучшение безрецидивной выживаемости на 15% также в 2 раза чаще сопровождалось увеличением клинически значимой токсичности лечения. Более того, в наиболее известных нам клинических рекомендациях онкологического общества у пациентов высокого риска прогрессирования до 2015 года было рекомендовано включение в области облучения лимфатических узлов малого таза с профилактической целью. Но, как можно заметить, с 2017 года нам предлагают лишь рассмотреть вопрос о необходимости включения тазовых лимфатических узлов. Таким образом, анализ литературы, посвященный данной проблеме профилактического облучения, не позволяет нам однозначно ответить на вопрос о целесообразности его проведения, в связи с чем выбор оптимального объема облучения остается важным и дискутабельным для врача-радиотерапевта. Более того, нет никаких рекомендаций относительно оптимального объема облучения при проведении сочетанной лучевой терапии, ведь в данном случае мы применяем два метода лечения – это дистанционную лучевую терапию и брахи-терапию. Пытаясь ответить на данный вопрос, с нами было инициировано исследование, целью которого стало изучение влияния профилактического облучения лимфатических узлов малого таза на результаты лечения, частоту развития и степень выраженности лучевых осложнений у больных раком предстательной железы высокого риска прогрессирования при проведении сочетанной лучевой терапии. Предполагается включение в исследование не менее 100 больных, которым в объеме гормона лучевого лечения будет проведена сочетанная лучевая терапия. На первом этапе лечения проводится курс конформной дистанционной лучевой терапии в режиме традиционного фракционирования до суммарной очаговой дозы 44-46 Грей. Через 2-3 недели проходит реализация второго этапа лечения это проведение высокомощностной бракетерапии лидием 192-м в разовой очаговой дозе 15 Грей однократно. Все пациенты разделены на две группы с включением в область облучения лимфатических узлов малого таза с профилактической целью и без включения в область облучения лимфатических узлов малого таза. Деление пациентов на группы проводится рандомизировано методом непрозрачных конвертов. В каждой группе будет оценена переносимость лечения, а также развитие осложнений и оценка качества жизни пациентов и отдаленных результатов лечения. В настоящий момент полный курс лечения получили 68 пациентов высокого и очень высокого риска прогрессирования. И как можно заметить, абсолютное большинство пациентов имеет риск поражения лимфатических узлов, рассчитанный по формуле РОЧ, более 15%. Острые лучевые реакции со стороны нижних отделов желудочно-кишечного тракта мы наблюдали в 4,5 раза чаще у пациентов из группы с облучением лимфатических узлов. Со стороны нижних отделов мочеводящих путей лучевые реакции первой степени тяжести наблюдались примерно в равной степени, но можно отметить, что у одного пациента из группы без облучения лимфатических узлов малого таза наблюдались лучевые реакции второй степени. И у трех пациентов после проведения сочетанной лучевой терапии был отмечен эпизод острой задержки мочи, который был разрешен при помощи однократной катетеризации мочевого пузыря. В настоящий момент только 61 пациент получил полный курс лечения более трех месяцев назад, что позволило нам оценить поздние лучевые осложнения. Как мы видим, со стороны нижних отделов желудочно-кишечного тракта поздние лучевые осложнения первой степени тяжести наблюдались примерно в равной степени, так же, как и поздние лучевые осложнения со стороны нижних отделов мочеводящих путей. В настоящий момент умерло два пациента по причинам, не связанным с заболеванием предстательной железы. Диагностировано два прогрессирования заболевания. У одного пациента с группы с облучением лимфатических узлов малого таза был выявлен локальный рецидив и прогрессирование в парах тальные лимфатические узлы и кости. И у одного пациента из группы без облучения лимфатических узлов малого таза было выявлено прогрессирование в кости. Оценка качества жизни пациентов проводится при помощи опросника «Факт-П», по которому можно оценить все стороны жизни пациента. В настоящий момент исследование продолжается, и мы будем сообщать вам о его результатах. Спасибо за внимание. Продолжение следует...